Егор Шип рассказал, что у него появилась новая девушка. Аня Хоходетка переходит в новый хаос. Дина Сайва снова конфликтует с Егором Кридом. И когда будет свадьба Дани и Юли? Всем привет, это каналок Блогер. И сейчас я расскажу самые свежие новости о блогерах и трендах. Если тебе понравится ролик и ты хочешь поддержать меня, поставь лайк и подпишись на канал с колокольчиком. Мне будет очень приятно. Запасайся вкусняшками и обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! Маруся за последние дни порадовала нас сразу двумя клипами на свои первые сольные песни. Девушка уже собирается записывать следующий трек в клипе, на который она пообещала снять одного из подписчиков. Но всё же в этих песнях мы всегда слышим голос в обработке и бывает очень интересно, как человек поёт вживую. Именно такую просьбу Маруся написал один из её зрителей, она не стала сливаться и показала уровень своего вокала. Как вы оцените голос Маруси? Также сегодня в полночь состоялась премьера того самого фита Ани Покров и Мии Бойки. Её девушки написали в максимально короткие сроки и похоже, что уже находятся в процессе съёмок клипа, который выйдет в ближайшее время. Сразу несколько событий произошло вокруг первого трека Дины Саевой «Я ищу тебя». Девушке очень сильно понравилась её премьерная работа и она решила снять на неё клип. Режиссёром изначально должен был стать парень, который снимает работы с зарубежным артистом. Но он, к сожалению, может помочь девушке только в феврале. Поэтому она обратилась к другому человеку, который ей тоже отказал. Так как в данный момент он сотрудничает с каким-то популярным русским исполнителем и он поставил ему ультиматум. Либо ты работаешь со мной, либо с Диной. Мы обратились к другому режиссёру, к другому человеку. И он мне сказал, что он не сможет мне отснять клип из-за одного человека, который ему сказал, выбирай, либо ты снимаешь ей клип, либо ты сотрудничаешь со мной. И как вы думаете, кто это может быть? Просто пускай это останется внутри каждого из нас. Возможно, что девушка имела в виду Егора Крита, с которым она вела активную перепалку в интернете буквально месяц назад. Ребята в итоге до сих пор находятся в конфликте и похоже, что начали вставлять друг другу палки в колёса. Но на фоне этого негатива трек «Я ищу тебя» буквально за пару часов получил мировую известность. Тиктокерша Белла Порч, которая стала знаменита благодаря видео, где она просто качает головой под музыку, сняла ролик под песню Дины. Оставив подпись на русском языке «Я люблю русскую музыку». В комментариях набежало огромное количество русскоязычных людей, которые были в шоке от этого. Сама же исполнительница в этот момент спала, и когда её разбудили, приятно удивилась такому вниманию. Дина в комментариях поблагодарила девушку за этот тикток и предложила как-нибудь в будущем снять что-то вместе. Белла лайкнула эти слова и взаимно на неё подписалась. Ждём, когда девушки смогут увидеться и снимут что-нибудь вместе. Кстати, Дина ещё раскрыла, почему же не пошла на день рождения Дани Милохина. Оказалось, что она была не против, но её просто не позвали. Это выглядит очень странно, особенно после их совместных съёмок и многочисленных слов поддержки, когда парень получил награду как прорыв этого года. Домой после дня рождения Дани до сих пор не уехала его приёмная семья. Похоже, что они задержались на пару дней, чтобы погулять по Москве, а также заглянули в гости к своему второму приёмному сыну Илье. Парень ещё со своих 18 лет прервал с ними все контакты и до этого не считал важным налаживание прежнего общения. Но в итоге он осознал свою ошибку и решил исправиться. После семья заглянула и к Дане в Dream Team. Для них провели экскурсию по дому, они очень мило пообщались и сделали фото со всей командой. И, конечно же, не забыли снять совместный ТикТок, который набрал больше трёх миллионов просмотров. Уже на следующий день родители Дани поехали в гости и к родителям Юли. Отец выложил видео, в котором они сидят на кухне и поверх наложена песня певицы Глюкоза со словами «Свадьба, свадьба, кольца, кольца». Шиперы уже начали фантазировать, что ребята поженятся и именно поэтому их семьи встретились в домашней обстановке. А произойти это должно, по их мнению, конечно же, в Дубае, куда Дани с Юлей должны отправиться уже завтра. Где-то сейчас плачет Артур Бабич, который окончательно потерял любовь всей своей жизни. Знакомство с родителями своей девушки состоялось и у Влада Неопознанного. Ребята два дня назад вместе собрали чемоданы и на самолёте отправились в родной город Насти. Там они проведут буквально пару дней и уже в ближайшее время вернутся обратно в Москву. Небольшой юбилей своих отношений вчера отметили Таня и Олег. Если кто-то не в курсе, год назад Милохин принял то самое судьбоносное решение и полетел в Москву за своей мечтой. Парню негде было жить и поэтому его приютил в своей квартире Олег, с которым до этого они только переписывались в ТикТоке. Ребята, только сейчас вспомнил, благодаря вам, конечно же, сегодня тоже мини-праздник. Сегодня ровно год, как я знаком с Даней. Ровно год, как он приехал ко мне домой, мы с ним познакомились. Я ненавижу тебя, ублюдок! Как признавался Олег, Даня его с самого начала раздражал, так как он не понимал его юмора и поведения в целом. Но через некоторое время они прижились, смогли найти общий язык и хорошо подружиться. На канале Муз ТВ вышел новый выпуск программы «Школа рэпа», где они подробно рассказывают про одного из артистов так называемой «Новой школы». Героем программы в этот раз стал Егор Шип. Ведущий кратко рассказал о его пути, отыгрыв богатого школьника на ютубе и до текущих попыток стать артистом. Редакторы не могли не затронуть тему шиперства вокруг Егора. В небольшом интервью парень признался, что ему уже поднадоело, что фанаты сводят его со всеми подряд. А также намекнул, что у него появилась новая девушка, о которой все узнают чуть позже. У меня много с кем шиперят, я уже на самом деле устал. Надеюсь, они перестанут меня шиперить. Либо они начнут меня шиперить с девочкой, с которой я буду встречаться. А, вот. А уже есть такая? Скоро все узнаете. Если вы в курсе, о ком говорит Егор, обязательно напишите в комментарии. Также не забываем, что уже сегодня состоится концерт Snow Party в Москве, на котором должна наконец-то состояться встреча Егора с Валей Карнавал. Держим кулачки и надеемся, что они хотя бы просто поговорят. Конфликт Ники Гэсер с Dream Team, который поднялся из-за разрисованного лица девушки на общем портрете, можно считать официально законченным. Даня решил продолжить свое творчество и разрисовал всех остальных участников, выложив результат в истории. Продолжение этой шутки заценили не только ребята, но и сама Ника. Она выложила скрин обновленного портрета и подписала «Спасибо, так гораздо лучше!» и тем самым окончательно закрыла эту тему. Аня Хоходетка буквально пару дней назад объявила о своем уходе из XO Team, но многие до сих пор думают, что это просто пранк. Я не хочу вас расстраивать, может это к счастью, может и нет, но я ушла из XO Team, я больше не в команде XO. Вот так. К сожалению, эту информацию уже официально подтвердили в команде и в ближайшее время расскажут подробнее. В комментариях официальный аккаунт ответил подписчику, что Аня ушла от них из-за того, что переходит в другой дом. Самым вероятным исходом для Хоходетки станет Dream Team, так как смысла переходить в другой хаос просто нет. А ребята как раз сейчас ищут новых участников. Что думаете насчет этого? И как вам Аня в роли новой участницы Dream Team? Не забудь заглянуть в мои паблики в Instagram и ВКонтакте, там очень много свежих новостей, ссылочки вы найдете в закрепленном комментарии. Спасибо тебе за лайк и подписку, это реально мотивирует делать больше контента. Увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok